Сейчас мы поджигаем нашу таранинку, чтобы выпить с ним водой. По статистике, каждый житель России потребляет в год около полутора килограммов кофе. Многие считают, что приготовление кофейного напитка – это несложный и быстрый процесс. Однако у каждого его стаканчика своя длинная история. Кофейный мир набирает обороты очень стремительно, и мы участвуем в его популяризации, потому что для многих приготовить кофе – это очень легко. На самом деле это очень долгий путь от кофейной ягоды к чашке. Это очень трудно, это очень интересно и очень увлекательно. И поэтому мы делаем все возможное, чтобы люди хорошо, лучше знакомились и понимали, что на самом деле это все не так просто. Чемпионат «Кофе. Степь» впервые проводится в Оренбурге. По словам организатора Георгия Житинского, идея для создания мероприятия такого формата пришла давно. Но провести новое для города событие вышло лишь в этом году. Идея провести его назревала уже достаточно давно, поскольку было интересно многим ребятам проявить себя в профессиональном плане и посостязаться со своими коллегами. Мы пообщались с разными баристами города, изучили, интересно ли было бы им, если бы мы провели мероприятие такого формата, получили положительный отклик и поняли, что пора организовывать чемпионат. В ходе соревнования каждый из участников представил судям три различных напитка. Эспрессо, молочный и авторский кофе. На выступление дается 15 минут. Важно не только успеть приготовить все напитки за установленное время, но и правильно их презентовать. Чемпионаты – это всегда не про то, что я действительно умею работать на экспрессе машины, а я умею работать с отпуском и умею грамотно презентовать этот путь, донести свою какую-то идею до судьбы, до зрителей. Всего на чемпионат заявились 8 участников с 4 разных кофеин города. Одним из них стал Григорий Григорьев. Молодой человек уже более трех лет работает баристом. Тренировку и написание выступления он начал еще в декабре. Но больше всего времени Григорий уделил разработке своего авторского напитка. Это моя новогодняя интерпретация бамбу-кофе для тех, кто устал от классического сочетания кофе и апельсинового сока. То есть я хотел через свой напиток сказать то, что даже классику можно как-то переделать, деструктурировать, что-то новое придумать, что-то интересное найти. И, как по мне, сочетание грейпфрута, граната и розмарина очень хорошо. Особенно в сочетании с тем кофе, на котором мы работали сегодня. А вот Мирослава Семенова занимается кофеварением чуть больше года. Сначала девушка не думала принимать участие в чемпионате. Но по совету коллег все-таки решила попробовать свои силы. И не зря. Спустя множество дней упорной подготовки, Мирославе удалось создать тот напиток, который удивил судей. Было очень много этапов. Мы готовили речь, мы выбирали напитки, Подбирали правильный рецепт. Старались приготовить тот эспрессо, который понравился бы нам самим. Описывали этот эспрессо. Даже вчера мы до поздней ночи оставались в офисе, Прогоняли наше выступление уже в сотый, наверное, раз. Это было очень интересно. И изначальная концепция, которая была, Она со временем превратилась в такое, Что никто не думал даже, То есть какой том-ям в кофе. Однако мы сделали том-ям в кофе. Также каждый житель города мог попробовать свои силы В соревновании по каптестингу. За шесть минут участник должен определить Одинаковые пары чашек кофе среди шести троек. Состязания не требуют специальной подготовки. Главное – уметь различать вкусы. А теперь наше кофей не закрывается. Но ничего страшного. Беззавтра с утра я снова буду ждать вас за пару. Время. Алена Годяева, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.